МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мой сегодняшний собеседник. Опять, Дмитрий, зачастили вы к нам. Итак, за что закрывают объединения русские? Ну, объединения русские формально закрывают за несоответствие устава целям и задачам законодательства России. Хотя обвинение, мягко говоря, натянутое в связи с тем, что в апреле 2013-го прокуратура города уже проверяла все те же цели, задачи и устав. И тогда никаких нарушений не выявила. Но, видимо, в 2015-м что-то изменилось, и уже нарушения все-таки какие-то появились. Ощущение, что вы явно кому-то мешаете. Кому? Ну, иск подал прокурат города. Ну, конечно, мы не ему лично мешаем. Думаю, мешаем мы намного выше. На сегодняшний день даже такая парадоксальная ситуация сложилась, что они даже поправки приняли и убрали вообще меня из процесса. И Александра Белова, и меня. Мы теперь не можем защищать свое объединение в суде в связи с тем, что у нас якобы искали довод такой нет высшего юридического образования. Это недавно, кстати, поправки вступили, еще до иска прокуратуры. То есть иск был до этих поправок. А сейчас уже, вот видите, нас убрали. А, у нас, кстати, впервые в России четыре стороны процесса. Это тоже довольно удивительная вещь. У нас помимо нас, а сейчас нас нету, прокурора, Минюста, еще и ФСБ стало отдельной стороной процесса. То есть фактически сейчас мы должны нанять якобы кого-то адвоката, который должен оперативно рассказывать им про движение, про цели и задачи. Они, ну, у нас еще и суд является стороной обвинения де-факто. То есть фактически адвокат будет там растирзан этими людьми и, конечно, ничего оперативного он не пояснит. Но вопрос даже не в движении. В движении оно помешало. Им вообще помешал сегодня весь русский национализм в том виде, в котором он есть. Для нас это уже очевидно. Я это не только своими догадками, но и уже фактами могу подтвердить, что действительно поставлена задача. Весь русский национализм уничтожит. Мы знаем даже отчетную дату, к которой они должны отсчитаться об этом. Я знаю, что до конца, до начала русского марша должны меня взять под стражу. Причем у них было готово дело сфабриковано по статье экстремизма. Но, как мне сказали, это их не очень еще устраивает. Они пытаются фальсифицировать какую-нибудь уголовку в отношении меня. Я не знаю, что это будет. Там хулиганка, разбой, содержание притона с проститутками. Ну, не знаю, изнасилование. Или как у Белова. Хищение в Таджикистане 15-20-50 миллиардов долларов. Восстание на Марсе. Подготовка. Что-то они, конечно, придумывают. Для ФСБ, я думаю, это будет не проблема. Тем более, что вот уже тут люди на меня вышли, которые один из них на сборы посещал. У нас более тысячи человек прошло через школу нашу тренировочную. И он сказал, что сотрудники ФСБ выходили на их круга и просили, чтобы они заявили прилюдно, что я у них отнял мобильный телефон. То есть, ну, если это так, то это совсем как-то, ну, мелко. Какой-то интересный вообще уровень. Так скоро вы сигаретки начнете у несчастных людей отбирать? Ну, да, наверное, да. То есть, им именно нужна такая мелкая уголовка, то есть, с целью дискредитации. То есть, они не хотят из нас сделать таких прямых политических узников. Потому что для всех очевидно наше преследование политическое на сегодняшний день. И хотят какую-нибудь именно такую маленькую низкую уголовку. Что, дескать, вот, поглядите, он там мобильный телефон еще у людей отнимает. Вот. К этому готовится и очередной информационный большой материал, фильм, который выйдет на НТВ. Нам уже о нем известно. Они ради этого фильма даже этапировали в Москву заключенного с севера, ну, по нашей информации, Георгия Боровикова, небезызвестного, который в Москве снимался тут. Я не знаю, что он там сказал, но думаю, что ФСБ его возило сюда не просто так. И готовится к русскому маршу этот информационный повод, который, ну, будет служить целью дискредитировать национальное движение. Меня лично и Александра Белова, который вот уже год сидит в спецблоке «Матросской тишине» ФСБ. ФСБ по обвинениям в хищении, там, миллиардов долларов, подготовка государственного переворота в Казахстане, там, ну, и тому подобное чушь, короче. Дмитрий, вот, допустим, убрали ЭПО русские, все, больше нет на политическом поле. Но ведь свято место пусто не бывает. Кого вместо вас? Сотрудники определенные намекнули, что мы давно мешаем, и они хотят переформатировать национализм. То есть, они понимают, что он, конечно, уничтожен полностью, не будет. Я вот еще недавно не догадывался, то есть, кого же они хотят, ну, двинуть. Думаю, тут вроде там выжженная поляна на Палмам, уже силовики ходят и добивают последних раненых. На сегодняшний день в ЭПО русские нет ни одного члена совета, оставшегося в России и на свободе. То есть, они либо бежали на Украину, либо были, находятся в местах заключения. То есть, уже в бегах находится Софья Будникова, в бегах находится Басманов. Денис Тюкин, 5 августа, у него должен был начаться суд, последний член совета убежал. Александр Белов сидит, то есть, я думаю, кого? И тут мне намекнули, так, прозрачно сотрудники, что готовятся новые переформатирования национализма, и будут вот некие ветераны новые Новороссии, которые должны вот этот национализм новый переформатировать, эти русские марши проводить, вот такие, знаете, под вывеской «За русский мир». Русский мир такой вне пределов России, правда, у них всегда будет. Ну, стрелков, что ли? Ну, стрелков, бородай. Ну, опять же, я это не могу утверждать, с ними лично я не общался на эту тему, но сотрудники ФСБ намекнули, что именно эти люди должны определять по их позиции русский национализм. Ну, флаг им в руки, удачи. То есть, для этого, вне сомнений, им надо посадить нас, потому что честную информационную войну и на улице они у нас никогда не выигрывают. Это очевидно для всех, сколько Кремль пытался дублировать русские марши и создавать псевдонационалистические организации, ничего у них никак не выходило. То есть, они всегда проигрывали, сколько бы они денег, сил и телевизионного внимания не кидали на это. Поэтому, тут, безусловно, залогом какого-то хотя бы минимального их успеха, это будет посадка меня, осуждение Белова, чтобы он не вышел. Ну, и, собственно, добивание там последних раненых, которые еще где-то там присутствуют в сегменте там национализма. То есть, без этого, конечно, они ничего не выиграют. Дмитрий, давайте перейдем к международной теме. Россия бомбит Сирию. Ваше объединение пока, оно еще не разгромлено. Имеет какое-то свое мнение по данному сирийскому вопросу? Ну, я выскажу свое, наверное, личное мнение. Что, оказавшись в тяжелой ситуации, ну, чтобы скрывать, вот все сейчас валят на экономику. Для меня экономический кризис у нас, это абсолютно вторичное явление. Первое, что произошло, это кризис политический. Администрации президента, есть такая шутка, нужны специалисты для связи с реальностью. Это действительно так, что сегодня, если мы интеллект там обычного российского мужика возьмем там за сотню, то по связям вообще с действительностью здесь, там не будет и 50. И действительно, вот эти люди, которые видят всю свою жизнь на протяжении последних 25 лет исключительно из стекол бронированных лимузинов от Барвихи до Кремля, они абсолютно не понимают, что происходит. Знаете, как это с принцессой Антуанеттой, да, почему бунтуют люди, а у них нет хлеба, так пусть едят пирожные. Вот у них то же самое. И экономика и все это, это лишь было следствие всего. И вот этот вот украинский тупик, в который они все загнали, он для обычного россиянина сейчас, Крым, Украина, война, на прямую связана с ухудшением его жизни. Потому что вот, глядите, там это произошло, случились санкции, и вот, смотрите, мы от этого терпим и страдаем. Причем еще люди свои кубышки не до конца проели, они думают, будет лучше, а будет только хуже. Сейчас они их уже проедают до конца, и начнется по-настоящему то, что называется кризис, уже не в банковской какой-то там, и не в беседах экономистов на РБК, а живой здесь на улицах, когда люди поймут, что действительно еды стало меньше, доходы снизились, работа потерялась, и кредиты потребительские они платить не могут. Так вот, я думаю, для этого придумано новый великий информационный повод, это борьба с мировым терроризмом, где Россия влезла и уже говорит, вот видите, у нас все плохо, не потому что там мы наделали политических, геополитических ошибок, а потому что мы воюем со всем терроризмом всего мира. Вот поэтому, вот видите, сейчас на этой волне, конечно, пойдет ответная волна, это для всех очевидно, здесь взрывы, теракты, и какие-то насильственные действия, которые, несомненно, террористы будут отвечать и здесь совершать. И под это можно все свалить, вот это объединение вокруг национального лидера, вокруг вот надо терпеть, у нас нету сейчас сыров и масла, и хлеба не будет, мы выживем, зато вот мы с мировым терроризмом опять посражаемся. Но, в отличие от Советского Союза, у этих господ гораздо меньше и сил, и влияния, и, собственно, и мозгов. Я вот сейчас наблюдаю за тем, что они делают. Я сам имею красный, так сложилось, диплом по экономике, написал уже много статей, но мне уже это даже неинтересно, то есть стало. Я настолько вижу, и они самое главное, что это понимают. Потому что люди, мои знакомые, нет-нет, да входят еще в кулуары администрации президента где-то. Я получаю беседы, я гляжу интервью, опять же, наших деятелей, расхуждающих по экономике. Я понимаю, что плана у них нет никакого. Они лишь пытаются среагировать на какую-то ситуацию, которая происходит сегодня. И уже с 2001 года они взяли эту практику каких-то информационных поводов. Сейчас, смотрите, они Украину пытаются оттеснить. Уже они понимают, что ее надо как-то слить, как-то договориться не потерять лицо. И вот у них появилась новая тема. Сейчас, наверное, все те еще пассионарные добровольцы туда поедут все воевать, благополучно умрут. Которые почему-то никогда не хотят решать русские вопросы здесь, в России, а хотят русские вопросы исключительно решать где-то там в пустыне, там в Африке, на Украине, в Китае или еще где-то. Ну, государство им всегда будет находить эти ниши, там в Сербии, еще где-нибудь. Пусть они едут и там решают эти вопросы и благополучно там остаются. Дмитрий, последний вопрос. Вслед за экономическим кризисом все-таки неизбежен политический. Когда вы его предрекаете? Политический кризис, он наступил. Экономически, я считаю, именно следствие политического, а именно крушение системы. Я хочу здесь, правда, подчеркнуть. Не крушение России как таковой, а крушение именно Российской Федерации как командно-административного аппарата, я думаю, что будет в течение двух лет, не более. Есть пессимисты, которые там говорят три года, есть оптимисты, которые говорят год, но, в принципе, этим ребятам осталось недолго. Когда один сотрудник высокопоставленной ФСБ сказал мне, что мы вас в ближайшее время посадим, у вас нет никаких политических перспектив, я ему ответил, что политических перспектив нет у господ из Кремля и у вашего начальства. Хотя кто-то из вас еще где-то может думать, что он приспособится, и может быть действительно это так и будет, Но тем не менее, когда мне предложили, первое мое интервью было по Украине еще в феврале 2014 года, еще до всех этих событий. И когда мне предложили поучаствовать в этом, так называемую войну за русский мир и за интересы Кремля, я сказал, ребят, ну если я с вами не воровал никогда, зачем мне за вас воевать сегодня? Заниматься сейчас политикой с вами, это все равно, что заниматься интригами накануне 2017 года, дворцовыми там, византийскими. Поэтому наша задача, ну даже не в отношении нас там, нас даже если посадят, ничего в этом нету. Ну посадят и посадят, что теперь сделаешь? Но тех людей, которые искренне сейчас переживают за Россию, ну первое, я рекомендую им не глядеть телевизор, потому что телевизор действует даже на нормальных людей, я заметил, если они его много глядят, им постоянно хочется куда-то поехать повоевать за русский мир, у них тоска какая-то такая вот русская. Я им скажу, что скоро все будет здесь, не надо никуда ехать. Можете окопы уже намечать, где копать здесь сейчас, потому что это то, что было затеяно в Кремле, скоро пойдет сюда. Спасибо вам большое, Дмитрий, за эту беседу. Итак, как бы не хотели чекисты вергнуть нас в 1937 год, похоже, все будет гораздо хуже, и Россия придет к 1917-му. Смотрите Сотник ТВ. Редактор субтитров А.Семкин